Здравствуйте, меня зовут Евгений Додолев, в эфире программа «Золотая рыбка» и «Золотой гость», как водится в этой программе, Андрей Державин. Привет. Я не знал, что говорить после таких слов. Нет, я не знал, как вот тебя представить. Тебя представить просто как музыкант или это... Золотой гость. Ты не скажешь, что это золотой голос. У нас золотой голос уже есть. Хороший. Тогда у тебя золотые персты, поскольку ты же клавишник. Я не был готов к такому виражу в самом начале. Давай, хорошему. А я не был к тому, что ты вдруг раз, и спустя 20 лет новые песни уже... Почему ты показал «Осенний сад»? Потому что сейчас осень, за окном. Это же не романс. Вы же вот эти все... Когда будет новая песня? Когда будет новая песня? Я думал, что не будет никогда. Все произошло спонтанно, по весне. Во-первых, у меня давно просили мои поклонники, так сказать, ну даже настаивали много-много лет, если не сказать, десятилетия. Они говорят, ну давай новые песни, ну давай новые песни. У меня никогда не получалось писать вот так, чтобы сесть и написать, потому что надо. У меня всегда писалось само. И я ждал этого момента, когда он произойдет, этот момент. Я не могу сказать, что как-то я там специально предпринимал какие-то усилия, наброски были, но не более того. А тут я по весне листал интернет, в своем телефоне какие-то соцсети там блуждал, наткнулся на аккаунт Соломоновой. Такая замечательная блогер, поэтесса, между прочим, с очень хорошим образованием. Это то, что она использует ненормативную лексику, как раз показывает именно, я иронизирую, именно показываю. Но как она ее использует? Да, виртуозная. Я знал только, ну на моей памяти, это Юс Олешковский, пожалуй, только, который так мог использовать ненормативную лексику. Ведь хорошее слово оно только украшает, понимаешь, а неправильно использованы, может разрушить. Но сейчас не о стихах, а о том, что я, значит, хотя о стихах. И вот я увидел ее, подписался, она меня заинтересовала, у нее такой яркий образ. Вы не знакомы были? Абсолютно не знакомы. А дальше вот эти вот алгоритмы соцсетей, Google, они работают так, что на следующий день я сажусь завтракать, и у меня всплывает стихотворение, значит, там вот это. Я читаю там две недели на дворе шторм, для Вселенной неплохой, для системы неплохой. Вы встряхся, все без связи, а у нас что? У нас с тобой всегда связь. Ну и как только-только началась пандемия, вот во всей своей красе, вот это издали эти указы, что всем ходить в масках. Кстати, ты почему без маски? А, потому что полтора метра у нас. Хорошо. Ответа у тебя не было. Мне нравится, что ты сам задаешь вопрос, обычно это делаю и я. Смотри, да. Ну и вот только началась эта пандемия, совершенно выбила из-под нас, из-под всех почвы. И люди оказались разобщены, и вдруг нельзя выходить, а если это, в общем, чертовщина какая-то. Ну и я вот это как-то почувствовал, и мне стало грустно. Знаешь, вот я прочитал, действительно связи нет, а рядом стояла гитара. Я взял эту гитару и начал прямо вот мурлыкать. Взял гитару, и получилась такая песня, она получилась приблизованная немного. Но сразу легла, вот значит, что называется, что вижу, то пою. Прям раз и легла, я записал ее в диктофон. Я думаю, как здорово, надо поехать в студию попробовать. Зашел на госуслуги, взял разрешение на автомобиль, там пропуск, что там было. И поехал в студию, приехал в студию, начал ее делать. Ну и как-то так она мне... К концу дня у меня уже была демо. Но там вот какая штука. Там, поскольку текст писался от женского лица, то там были такие обороты. Ну, например, ты расскажешь о себе снясь, потому я не гашу свет. И получается, что... И как-то из моих уст это бы звучало нескромно. Мол, я не гашу свет, ты заходи. Я как-то... Я решил связаться с Солой Моновой и попросить ее разрешения заменить эти строчки. Я прямо так ей написал. Мы познакомились и через пару дней встретились, пообщались. Она оказалась удивительным и человеком интересным. И, конечно, она дала мне карт-бланш на то, чтобы я там что-то подправил. Я просто немножечко от мужского лица. Дальше получилась такая история. Нужно было песню записать хорошо, чтобы она звучала трендово. Понимаешь, сегодня я ведь 20 лет не выпускал песен. Но если там не считать... Технологии-то вообще изменились за это время. Да, если не считать там музыки к фильмам, к мультфильмам, там песенки детские, «В машине времени» тоже пару песен. Я вернулся, когда в Москву в начале сентября отвел дочку в школу и 2 сентября сел в студию, 3-го уже была готова песня. Все. И тут вдруг выяснилось, что ее берут на радио, и как-то все сложилось, и я подумал, почему... Они берут на радио, чтобы было предложено, наверное, Андрей Державин позвонил, сказал, у меня нет... То есть они как-то... Послушали, я же был в гостевом эфире, и показал ее с телефона. У меня не было с собой фонограммы. А я говорю, ну покажи. А у меня не было фонограммы. Я тогда вот сделал вот так вот. Я зашел просто в телефон, если попробую повторить этот подвиг. И я вот так вот зашел к себе в телефон и сказал, что да, песня такая есть, но я не могу вам ее сейчас показать, потому что она еще не доделана. Они говорят, ну покажите хотя бы... И впервые в студии звучит новая песня вашего покорного слуги, которая называется... Ну и тут начинается, разрешите этому... Где мой микрофон? Дальше уже нельзя, потому что, знаешь, как оно потом раз... И завтра во всех пиратских сетях. Поэтому мы там вместе убираем фонограмму в сторону и продолжаем разговориться. Ну как-то так. Ладно, вот шутки шутками, но на самом деле так оно все и было. И 25-го числа состоялась премьера уже на всех цифровых площадках, потому что две недели идет анонс. Гугл, Амазон, что там еще, Apple Music, iTunes. Ну ты знаешь, это лучше меня. Все, что я перечислил. Немножко чем-то так от Максима Леонидова, что что-то вот мне показалось вот в этой песне. То есть это обидно было сейчас? Нет, нет, абсолютно. Не было. Это на самом деле не обидно. Это даже... Ну может быть это секрет даже нисколько. Это в какой-то степени, это даже приятно слышать, потому что Макс, он замечательный мелодист. И он всегда отличался вот такой, знаешь... А как мы это определим по пажану? Это что? Это же... Я не знаю. В голове моя она была такая блюзовая, но понятно, что лучше Марголиса блюз в этой стране не споет никто и нечего пробовать. То я как... Ну я думаю, что это поп, конечно. Музыка, поп-музыка. Ну она... Поживем, увидим. Пускай сами дадут определение. Есть еще музыкальные критики в этой стране. Дадут определение. А вот поп и попса это одно и то же. То есть попса это синоним слова поп, потому что попса имеет какое-то такое... Ну звучание, ну да, ну ты понимаешь, как бы пренебрежительное. А поп-музык популярное. Так есть еще попсятина. Ну да. Попсятина, это уже мы туда и в эти не пойдем. Так мы сейчас дальше вообще скатимся с тобой, знаешь, вот до этих самых серых. Ну как не называй, а ведь главное это содержание. Если песня хорошая, называй ее как хочешь. Честно могу сказать, вот очень... Я сейчас не про себя говорю. Я понимаю. Я как раз про тебя. Очень прям прет какой-то вот оптимизм. При том, что все товарищи по цеху, ну не знаю, ну подавляющее большинство, жалуются, что все очень плохо, что нет выступлений, что концерты переносятся на 21-й год там. Даже так? Да. А были они вообще концерты? Нет, ну нет, те, на которые проданы билеты, допустим, там, ну вот группа кино, у них проданы билеты. А у тебя вот никак не отразилось на тебе вот сокращение вот этой деятельности. Почему? Потому что какой-то другой формат. Тут общая беда, она коснулась абсолютно всех, но не надо отчаиваться, ведь жизнь продолжается. Ну, на мой взгляд, это хорошее испытание, во-первых, и возможность попробовать, так сказать, себя в таких условиях. Видимо, коснулся всех по-разному. Мне Кортнев жаловался, что он вынужден был квартиру продать просто. Я не знаю масштабы бедствия. Я могу судить только о себе. То есть это вот, допустим, ты же общаешься там с соратниками, товарищами, вы эту тему вообще не обсуждаете, вы обсуждаете только творческие моменты. А то, что концертные площадки в массе своей закрыты, вас это вот не беспокоит. Это, конечно, очень грустно. Ничего хорошего в этом нет. Ну, хотя бы потому, что любой коллектив музыкальный, он живой организм. Если он не будет каждый день что-то делать, выступать, там, собираться музыканты, играть, то все будет плохо. Помнишь, когда в этом наш с тобой любимый автор говорит, машине плохо стоять, машина ездить должна. Вот, по-моему, это что, понедельник начинает, или день творения, по-моему, не помню. В общем, концертные залы закрыты, это плохо. То есть на заработках Державина это в целом не отразилось. Так, чтобы для тебя это были какие-то переломные моменты, и жизнь полностью изменилась в материальном аспекте. Такого нету. Знаешь, я, конечно, на себе тоже ощущаю, что пришлось немножко подтянуть, что называется, да, пересмотреть бюджет. Но я всегда был как-то аскетичен. Потребности мои были небольшие. И мне хватает, грубо говоря, на то, чтобы жить, обеспечивать себя, свою семью. Ну, потом, давайте не будем совсем впадать в уныние, есть какие-то возможности всегда подработать. И все музыканты, ведь концерты были не только кассовые, не только зальные, а бывали еще и всякие заказные концерты. Ну, корпоративы, да? Ну, и корпоративы, там различного рода заказные концерты. А вся эта история стала с корпоративами, да? Ну, безусловно, она есть, ведь разные бывают ситуации, бывают юбилеи предприятий, бывают там, ну, разные, это называется, так сказать, частное мероприятие, ну, или там заказное мероприятие. Потом музыканты, артисты получают авторские вознаграждения и так далее. Есть возможность продавать мерчендайзинг какой-то. Естественно, пускай на меня сейчас не ополчаются мои коллеги, мы все понимаем, что это выживание, что на мерчендайзинге в этой стране далеко не уедешь. Но, тем не менее, я бы не впадал в эту уныние, а продолжал действовать. Вообще, история показывает, что вот во времена таких испытаний, во времена кризисов, трудностей, да, как раз вот сильные люди, они становились сильнее. Держанин сильный человек? Ну, я не знаю, у меня самому себе это трудно. Ну, как, ну, по ощущению, каждый же наедине с собой про себя что-то думает. Вот как я говорил, я говорил в общем, да, философство, ты взял тут же, наверное, на меня. Естественно, потому что мне приходится теперь отдуваться на свои слова. Ну, какие хорошо, какие слабости? Я стараюсь, я стараюсь быть таким, потому что отец меня в детстве как-то так все-таки воспитал, и он во мне воспитывал мужские качества, и я стараюсь соответствовать. А что ты в дочери воспитываешь, как отец? Вот у тебя есть какое-то представление о том, вот в каком направлении ее надо вот, как бы, чего ей не хватает, и кем ты ее видишь? Я стараюсь, я стараюсь быть ей интересным, я стараюсь не быть... В профессиональном аспекте или в человеческом? Человеческом. Я стараюсь не быть тираном, я стараюсь... Правда, у меня не получается не занудствовать, потому что, ну, наверное, это удел всех родителей. Такое, знаешь, занудство, заботливое занудство. Разбавь-то... А вы, допустим, можете говорить об одних и тех же фильмах? Или то, что она смотрит, сериалы, фильмы, книги, это все другое? Или у вас есть какие-то общие точки? Конечно, можем у нас. Ну, например. Она очень интересная девочка, но вот несколько лет назад, она вдруг, она очень творческая натура, несколько лет назад она вдруг стала сочинять рассказы и снимать кино про своих игрушек, делая их живыми персонажами. Это было ужасно интересно, это были рассказы, вот там такая драматургия в них была, это были главы, там, взаимоотношения у них, понимаешь, и так далее. И вдруг она решила снять фильм про это. И я ей так в шутку сказал, ну, если тебе нужна будет музыка, обращайся. Сколько я сделал там прикладной музыки различной. Она вдруг говорит, а давай вот тут можно попробовать. И мы так раз, а потом она мне приносит стихи и говорит, вот мой персонаж, его зовут Тайди, такой щенок Тайди, значит, вот ему нужно, вот он поет песенку, там, тара-тара-та-та-та, такую-то, а вот такой-то поет, такую-то. И она мне приносит стихи, я говорю, так нет, ничего прочего, пироги, тару вот эту, на которой, понимаешь, да? И тут же раз, 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 съездил в студию так же, тогда еще пропусков не надо было, записал, приехал. В общем, мы с ней сняли роскошные клипы, ну, в домашних условиях, надо понимать, но с шикарной музыкой, великолепно спродюсированные вот эти песенки, там, со всеми делами смонтировали. И создали все в WhatsApp семейный чат. Семья большая, не только в Москву, а в Питере, много городов, там, Урал, Украина, даже, ну, так далее, тому подобное. Создали семейный чат, завели YouTube-канал и объявили конкурс на лучшего победителя. Но это было очень интересно. Она меня поразила тем, что она очень творческая личность, ты знаешь, то есть вот она, ну, она не зарубается на чем-то одном, она идет вперед, ищет для себя все время какие-то новые, какие-то новые интересные интересы. Вот она, одно время она вдруг в языке, она стала изучать итальянский сама, греческий, там, еще какие-то, еще я заметил, что у нее телефон переключен на греческий. То есть ты берешь телефон, а там, и все аккаунты в компьютерах греческие у нас, а потом итальянские, понимаешь, да, я люблю Италию, но не до такой же степени, чтобы читать по-итальянски. Я не знаю итальянского языка, только лошадь и мекантарь, которые знают все, ты тоже. Украина прозвучала, когда Андрей Держаевн выступит? Где-нибудь в Одессе, в Киеве? В Одессе, маме. Да, 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 но где-нибудь там. Только сегодня у меня был прямой эфир, там писали из Одессы, ждем вас в Одессе. Очень много пишут с Украины, зовут, и я надеюсь, я уверен в том, что рано или поздно это произойдет, потому что... Обязательно должно произойти, обязательно, по-другому быть не может, потому что, видишь ли, ну, политика политикой, но есть же какие-то вещи. И бабушка моя, мое детство прошло на Украине, ну, каникулы, да, зимой на севере, летом в Украину, и сколько там друзей и так далее. Да что, все страны, бывшие в СНГ, для меня, это мои друзья, это воспоминания какие-то, это часть моей жизни. И, ну, какая бы ни была политическая ситуация, я думаю, что все равно здравый смысл должен восторжествовать ее. Многие музыканты... Искусство, ну, я сейчас искусство, это не про себя. Музыка, да, и так далее, вне политики. Это как раз такие материи, которые собирают, объединяют людей, вот, которые помогают выживать в сложные моменты, и политически сложные моменты, и жизненно сложные моменты. А ни с кем вообще из, там, вот своих друзей, ты перечислил, что друзей много, с которыми ты общаешься, ни с кем из них не пришлось как-то прозойтись из-за оценок той или иной политической ситуации? Нет, бог милого. Потому что избегаешь этих тем, или потому что... Нет, потому что у меня приличные друзья. А, вот так вот. У меня просто приличные друзья, ну, как, уже с годами, знаешь, как-то, пообтесалась компания немножко. Новая вещь и корпоратива. Я так понимаю, что все-таки, когда вот эти вот концерты происходят, там ждут там чужую свадьбу, Катерину, и новый материал обычно в этих форматах не принимается. Будешь, как бы, приучать к тому, что есть новые песни, или будешь идти на поводу у заказчика мероприятия? Как попросят. Я всегда, когда я зовут на частное мероприятие, я всегда спрашиваю, ну, через свой менеджмент, я спрашиваю, что бы вы хотели услышать. Ну, и что обычно? Есть какая-то... Да, трек-лист, конечно, всегда просят. Ну, кстати, Алиса стоит не на первом месте. Бывает, что просят, наоборот, исполнить там, там, Катю, Катерину, или наоборот, чужую свадьбу. У меня даже были случаи, когда меня позвали выступать на свадьбе. И попросили спеть песню «Чужая свадьба». И я дал совет ребятам, я говорю, ребят, не делайте этого, потому что вы, вам хочется, а гости... Я знаю, что такое свадьба. Я в детстве играл на этих свадьбах в кафе, на ресторанах, и говорю, побьют меня просто. Я когда с нее начну, вам будет приятно, а меня побьют. Ну, конечно, просят «Чужую свадьбу» Катю, Катерину, «Журавли», «Не плачь, Алиса», «Брат ты мне или не брат», «Песня о первой любви», «И снова вечер, и ты снова жди, уж она еще где-то рядом». У меня есть десяточек песен, которые в концертах зал поет вместе с нами, мы можем просто не петь. А про новую песню, если будут просить, почему нет. Там хорошая строчка, знаешь, вот эта, а у нас с тобой всегда связь. Я сейчас не на тебя покажу, в хорошем смысле. Я имею в виду, что вне зависимости, знаешь, вот от ситуации, она относится, кстати, не только к связи такой, в первую очередь. Да, к телефонной, а еще и к человеческой. Поэтому будем готовиться. Ну вот у публики, когда это фанатская публика, ну вот то, что называется там ядерная аудитория, от слова «Ядро», у них понятно, что есть какие-то пристрастия. Ты сам со своими музыкальными вкусами изменился вот от «Сталкера-1» до «Сталкера-2.0». Ты тоже музыку слушаешь или другую? Нет, нифига я не изменился, и, наверное, уже поздно меняться. То есть то же самое ты слушаешь, что и... Нет, я не застрял там, я не в янтаре, понимаешь, да? Но я вот как раз недалеко вчера давал интервью МК, и там замечательный вопрос мне задали. А тенденции на современной сцене, там ваши ощущения, какие вы выделили, что вы можете сказать. Я говорю, да какие? Одна сплошная эклектика, перемешать неперемешиваемые. То есть чем лучше разлохматить, тем лучше. Чем больше разлохматишь, тем лучше. Но мне всегда самому нравилось смешивать стили, потому что я переиграл такое количество музыки. Я же начинал еще в школе подрабатывать, в кафе, в ресторанах, на танцах. Я пришел, мне хотелось играть ракешник, там такой, прямо, знаешь, там, ну, гитара, фусы. У меня первый фус был, там, с квакером причем сразу. А я прихожу, а мне говорят, так, убрать это, ты джаз умеешь, давай-ка вот маленький цветок. И представляешь, я с этой гитарой, а мне говорят, не надо, иди вот садись сюда, вот, и давай, та-та-ра, на кларнет, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Вот. Ну, поэтому пришлось поиграть все-все-все-все-все. И «Землю, ветерогони», там, я не знаю, там, «Везерепорт», и что угодно, любую музыку. Это не считая эстрады. А рок тоже, как ты понимаешь, да? Я имею небольшое отношение. Не будем упоминать эту группу. Ну, а если серьезно, то мне всегда это нравилось. Потому что мне всегда нравилось, когда есть какой-то стержень, какое-то зерно, какой-то грув, который цепляет. Это может быть три ноты, понимаешь? Но он цепляет и тащит тебя. И вот взять, найти его. А не важно, в каком он стиле. Какая разница? Разве это важно? Не имеет никакого значения. Мне кажется, что для кого-то важно. Для тебя нет. Для кого, например? Ну, ты хочешь какие-то фамилии назвать? Вот давай так, смотри. Вот для тебя, предположим, важно, да? Ну, ты, предположим, любишь какую-то музыку. Ну, назови любой жанр. Ну, я же возрастной. Это не надо. Я люблю рок 70-х. Вот. А теперь ответим, а разве Бесса Мэмуча плохая песня? Ну, ее и Битлз, кстати, пели. Не надо вот этого мне. Битлз пели. Пели, пели на Ливерпуле. Скажи, пожалуйста, а какую песню не пели Битлз? Это тоже, кстати. Редкая птица долетит до середины. Даже Зыкины говорят. Такую песню не пели Битлз. Все песни. Кстати. Да. Битлз не пели Алису. Вот это я знаю точно. Большое опущение теперь уже не споют. Да. Хорошо. Бесса Мэмуча. Потом. Мотель Калифорния. Да. Welcome to the hotel California. У нас программа называется «Золотая рыбка». У нас есть «Золотая рыбка». Это карась китайский. Вообще в оригинале, оказывается, «Золотая рыбка». Да. Дядя Володя его зовут. Красавец. И я хочу, чтобы Андрей Державин вслух загадал какое-то желание дяди Володи. А во время следующей встречи мы поймем, было оно реализовано или нет. Есть такое желание у Державина Андрея? У меня самое простое желание есть. У меня есть желание, чтобы эта следующая встреча состоялась. И чтобы вот ты такой вот был жизнерадостный. Я хотел сказать молодой, потому что я старый-старый. Ты все время говоришь, я такой уже возрастной. Никуда не возрастной. Я тебя знаю сто лет, ты не меняешься вообще. Вот сто лет. Вот это звучало. Я желаю нам, чтобы мы встретились. Чтобы мы были такими же жизнерадостными, энергичными, полными творческих планов. Потому что когда звонишь ты и приглашаешь всех в программу, я знаю, что это будет обязательно что-то интересное. Ну а со своей стороны я обещаю, что я что-нибудь новое обязательно принесу. Ну и вот если это желание сбудется, вот эта встреча, значит быть добру. Ну у меня это желание простое. 20 лет мы ждали новую песню Державина. И он помещал, что к следующей встрече будет еще одна новая песня. И поэтому я ловлю дослови. То есть минимум 20 лет нам еще. Нет, я рассчитываю, что это произойдет в течение, ну во всяком случае, года. Вот забиваемся и посмотрим, как это получится. В эфире была программа Евгения Доделя «Золотая рыбка» и был «Золотой рыб» Андрей Державин. Спасибо, что пришел. Спасибо.